Санаторий Беларуси уластностью нашей краины з'является уже 60 годов. И в весь этот час тут проходили оздоровления головным чином жихары Беларуси. Ситуация коренным чином изменилась в минулом году, когда граница с Крымом сбоку Украины оказалась закрытой. Все лета на предлоту санаторий отпочивали, когда 3000 россиян и только 30 семья из Беларуси, которые приехали в Мисхор самостоинно. Межтым за опошние 5 годов Украина уклала у развития установы больше 10 миллионов долларов. И створенная база повинна выкористовываться для взмацнения здоровья, пеш за все жихару Беларуси. Медицинский персонал прошел переквалификацию согласно российскому законодательству. Построено много объектов, допустим, введен в строй новый лечебный корпус. Отремонтированы корпуса, которые были, скажем так, в не самом лучшем состоянии. На данный момент они находятся в достойном состоянии, которое соответствует ремзвездам. Реализацию путевок для жихару Беларуси у санаторий готовы подшать уже в наступном месяце. Бодай самое головное – организовать беспешную доставку от подшивающих. Робиться это будет централизовано. С подшатку людей привязуть у московский аэропорт, а туль самолетам у Крым. Цены у авиакомпаний формируются, буквально ежедневно цена может меняться. И сам человек, когда он начнет заниматься поисками билетов, ему будет очень сложно. Он может купить и не самый дешевый билет, а наша цель для того, чтобы помочь человеку найти оптимальный путь проезда. И оптимальный в том числе и по цене. На это будет настроена работа всех сотрудников Центра Курорта. Мисхоровский санаторий Беларуси установят специализованное – основный профиль лечения астмы и органов дыхания. На гомершине на здоровье в этом санатории ускладают великие надеи. По усиляким разу досягнуть такого лечебного эффекта, как у Мисхоры, у близким замежи больше немогчима ниде. Если мы возобновим работу нашего санатория и обеспечим нормальную, безопасную доставку наших детей и матерей с детьми в санатории Мисхор, Беларуси Мисхор, то мы где-то порядка трех-четырех сотен детей, страдающих заболеванием верхних дыхательных путей, особенно бронхиальной астмой, сможем наконец-то снова полечить в таком санатории. Олег Сентюроу, Дмитрий Котов, Ялгин Макеенко. Отель радио «Компания Гомель».